Добрый день! В эфире программа «Казачий круг» и я, Валентина Назаренко. Как живет и чем дышит Тихий Дон и покоренное население, об этом и не только мы расскажем прямо сейчас. Сто лет с момента начала широкомасштабной войны Донские музеи рассказывают о роли казаков в исходе Первой мировой. Не было у нас в истории других таких периодов, когда бы за 10 лет изменилось все. Может быть разве что 80-е и 90-е, но все-таки тогда масштаб был поменьше. 200 реконструкторов со всей страны, тысячи зрителей, десятки килограмм пиротехники. В Азове прошла ежегодная реконструкция русско-турецкой войны. Мы, естественно, все погибнем, потому что это праздник и зрелище, а на деле армия отступила. Подлинные рабочие кисти и два небольших портрета руки художника-передвижника из казачьей семьи. Музей истории Донского казачества получил от племянника великого живописца Николая Дубовского уникальные подарки. Это очень такой значимый, благородный жизнь, потому что в наше время не так часто родственники расстаются с подлинными работами, тем более что художник-передвижник такого огромного уровня, как левета. Представители Всевеликого войска Донского отмечают 100 лет с начала Первой мировой войны. При советской власти роль казаков в исходе вооруженного широкомасштабного конфликта практически не изучалась. В 90-е к этой теме все чаще обращаются российские музеи. Донские не исключение. Наш корреспондент Владимир Савеленко побывал на нескольких выставках и узнал, как военные события отразились на жизни коренного населения Дона. Замысловатые узоры наволочек, керамическая посуда и множество икон. В горнице проходили основные события жизни семьи Донского казака. Не случайно сохранилось выражение «дом – полная чаша». Не может существовать ни один музей краеведческий, а в основном все краеведческие музеи, в том числе и история Донского казачества. Мы ее показали в наших залах. Какую цель мы ставили? Мы приближали к жизни наших хуторов, которые близлежащие нашего города. Содержание быт наших жителей. И как раз-таки одно из основных мест в наших степях тогда еще было, безусловно, казачество. Импровизированный казачий курень украсили реконструкцией казачьих костюмов. Наиболее популярные наряды – женское платье турецкого покроя «Кубелек» и свадебный. С неизменным интересом посетители смотрят на свадебный костюм казачки, который состоял из кофты, юбки, множества нижних юбок. И вот такой вот головной убор, кокошник с фатой, тоже был неотъемлемой частью костюма казачки. Женщины-хранительницы семейного очага, мужчины-воины. Так, символ государственной власти булава, пернач и бунчук могли находиться только в руках атамана. Начальник пограничного управления Всевеликое войско Донской Александр Кравченко – частый гость этого музея. Говорит, свою воинственность и волю к победе казачество не утратило и сто лет спустя. Молодежь, которая сейчас идет, ну, некоторые идут с интересом. Некоторые, так сказать, со стороны поглядывают, просто еще не укусил, не попробовал. Думаю, что это просто игры, потанцевать, поплясать или стишки рассказать. Нет, здесь совсем другое. Особенно в свете последних событий, которые происходят на Украине, время тоже расставляет. Кто есть кто. Казачий зал в Гуковском музее шахтерского труда находится не случайно. Город развивался вокруг казачьих хуторов и по сей день располагается на территории Всевеликого войска Донского. Казачий офицер Гуков, он, соответственно, подал прошение в 1904 году и попросил, чтобы, поскольку станция стоит на его земле, а называется именем чужого казачьего офицера. Ему это было обидно, император удовлетворил его прошение, и станция стала называться именно Гуковой. Судьбоносное для России до на десятилетия, от начала боевых действий до окончательного становления советской власти, отображены и на выставке Новочеркасского музея истории Донского казачества. Не было у нас в истории других таких периодов, когда бы за 10 лет изменилось все. Ну, может быть, разве что 80-е и 90-е, но все-таки тогда масштаб был поменьше. Первой мировой войной экспозиция только начинается. Автор выставки Дмитрий Никитин постарался отобразить, как изменялась жизнь российского государства и Дона во временном отрезке с 1914 года по 1924. Первая мировая, две революции и гражданская война. На выставке эти события служат лишь фоном, на котором четко вырисовывается портрет гражданина Российской империи, жившего в ту грозную и противоречивую эпоху. Что примечательно, большинство экспонатов появились в музее в то десятилетие, когда еще гремели взрывы Первой мировой и гражданская войн, а уже устаревшие кавалерии неслись навстречу первые танки. Мировая война первая – это, в общем-то, крах старого мира прежде всего. Все, что было, что создавалось до этого десятилетиями, кое-где веками, оно все рухнуло, пришлось создавать заново. Ученые отмечают, роль Первой мировой войны в истории Дона не должна умалчиваться. За несколько лет военных событий на полях сражений и в руинах городов остались более 20 миллионов жизней. В Азове открыли памятник героям Первой мировой войны. Это уже второй монумент, который установили к столетию с начала боевых действий. Напомню, что по указу президента 1 августа памятная дата. Начиная с прошлого года празднуется День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне. Подробности в сюжете Екатерины Лободиной. Сначала, как и положено, бронзового героя Первой мировой войны скрывают от глаз прохожих. Ко дню памяти российских воинов, который по указу президента празднуется 1 августа, Донской казак занимает почетное место в центре города. В центре композиции Георгиевский крест, как символ героических заслуг русских солдат. Казак на постаменте – выходец из Донского региона, одет и причесан по моде тех лет. Военная форма, усы и чуб. Мы не стали изображать его в динамической какой-то позе атаки или в прорыве каком-то вперед, поскольку даже если взглянуть на эту войну, эта война была удивительно стационарная, то есть окопная война. Хотя как бы казакам это не свойственно, у нас казаки были эдаким спецназом в той войне, то есть это подрывные операции, прорывы. Азовского бронзового воина отливали почти полгода по фотографии. На снимке – донские казаки, кавалеры Георгиевских крестов. Чтобы четырехметровый Георгиевский крест был светлее, его сделали из двойного сплава – бронзы и латуни. А гранит для постамента привезли из Карелии и Украины. Те два миллиона людей, которые покоятся в земле, они сегодня видят нас, они сегодня понимают нас, они сегодня говорят нам спасибо за то, что мы вспомнили, помолились за них. И создали вот такой красивой памятник. Всего по городам и селам Ростовской области разойдутся шесть казаков. Похожие памятники появятся в станице Кривянской, селе Пешково и Ростове. Без изменений останется только крест. Войны сменят форму и вид оружия. Двести реконструкторов со всей страны, тысячи зрителей и туристов, десятки килограмм пиротехники в Азове восстановили события 17 века. На осадном сидении побывал Сергей Мирошниченко. Охатки стрел, которые полетят в сторону казаков, вы видите, что они, в общем-то, безопасны. Не то, что было в 1641 году. Вот они обтянуты кожей, но при хорошем попадании синяк остается. Во время реконструкции Азовского осадного сидения безопасность прежде всего. Стреляют бумажными пыжами, холодное оружие затуплено. В этой юбилейной десятой реконструкции взрывов и атак больше, чем обычно. Работают пиротехники из Мосфильма. Пушки Басурман стреляют резиновыми мячиками. Предводитель Янычар, по шагу Сейн-Дели, он же Иван Стреляев, как и несколько лет подряд играет роль заморского агрессора. Каждая деталь костюма исторически точна. В этот раз восстановили даже содержимое Азовского порохового склада, разграбленного турками. Такими бочками с порохом взрывали крепость. Мы, естественно, все погибнем, потому что, ну, это праздник и зрелище. А на деле армия отступила, позорно отступила с армией, которая хотела пройти сквозь всю Россию. А застряли буквально на послугах. И если бы не этот подвиг казаков, неизвестно, как бы повернулась вся история. Более 200 реконструкторов из многих регионов страны несколько дней готовились к представлению. Распределили роли, продумали тактику каждого боя. В сторону казаков полетят около 250 стрел. Сегодня 36 самых разных клубов исторических участвуют в реконструкции. Клубы со всей нашей страны. Так что Азовы еще центр, который объединяет представителей самых разных регионов. Первые залпы пушек и турки бросаются в атаку. 373 года назад 5000 казаков несколько месяцев удерживали миллионную армию Янычар. На их стороне сражались наемники со всей страны. Оттого одежда реконструкторов вразнобой. Здесь можно увидеть испанцев, французов и немцев. В погоне за безопасностью не всегда удается добиться исторической точности. Например, со стороны казаков были замечены азовские спасатели. Как и несколько веков назад казаки отстояли город. Одержали победу и тем самым положили начало Всевеликому войску Донскому. Подлинные кисти и два небольших портрета, написанные рукой крупного казачьего художника-передвижника 19 века Николая Дубовского, переданы на хранение Музею истории Донского казачества. Неожиданные подарки преподнес потомок Творца. Вартан Семиджан с одним из первых увидел семейные реликвии и узнал, почему они достались именно Новочеркасскому музею. Родная сестра нашего великого Николая Никоноровича Софья Никоноровна Дубовская. И любовь Никоноровна Дубовская. Очень такой, видите, пронзительный взгляд. Полотна Николая Дубовского выставлены в самых крупных музеях русского искусства в Санкт-Петербурге и в Москве. В Новочеркасском музее истории Донского казачества хранится самая большая коллекция его творчества. Этим летом внучатый племянник художника Михаил передал на хранение музею эти два портрета и кисти, которыми писал известный пейзажист. Это очень такой значимый, благородный жест, потому что в наше время не так часто родственники расстаются с подлинными работами. Тем более, что это художник-передвижник такого огромного уровня, как левита. Родом известный художник из Новочеркасска. Вырос в семье казака-старшины области войска Донского. Жемчужина коллекции музея – радуга. Отражая родство с казачьими традициями, рыбак оторвался от насущных дел, чтобы полюбоваться прекрасным явлением природы. Николай Никонорович – это представитель типичнейшего так называемого направления пейзажа настроения. В это время художников больше интересовала не форма, как позже, в начале 20 века, именно содержание, то, как с помощью художественных средств передать восприятие человекам природы. И такое единение своеобразное. Являясь истинным патриотом столицы мирового казачества, Николай Дубовской желал, чтобы в Новочеркасске был открыт свой художественный музей. В то время было модно организовывать в провинциях подобные учреждения культуры. С этой целью он завещал городу свои работы и те работы своих друзей художников-передвижников, которые он собирал в течение своей жизни. Вот это завещание, как бы он, ну, такого написанного не осталось, но все знали о его этом желании, поэтому родственники после смерти Дубовского в 18-м году, он умер, да, у него был всего единственный сын Сергей, отдали на хранение все, что, как бы, завещал городу в русский музей. После Великой Отечественной войны сотрудники музея, разбирая архивы, связались с русским музеем. В несколько переездов в Новочеркасск в 46-м году вернулись 31 полотно пейзажиста и 120 работ художников-передвижников его друзей. Пополнением работ Николая Дубовского новочеркасские музейщики занимаются и по сей день. На этом все. Спасибо, что были с нами. Я с вами прощаюсь. Увидимся.